В этот день, в 1666 году, закончился Великий Лондонский пожар, продолжавшийся три дня. Сгорело около 10 тысяч зданий, при этом известно всего о 16 погибших. Засушливая погода и сильный ветер способствовали мгновенному распространению огня, охватившему центр Лондона. Деревянные дома, склады, магазины и мастерские горели очень быстро. Охранившиеся в них бочки со спиртным и маслом, веревки, уголь и другие горючие материалы усугубляли ситуацию. А эффективных средств тушения пожара еще не существовало, что тоже стало причиной долгой борьбы с огнем. Большинству горожан хватило времени, чтобы спастись. 5 сентября 1997 года в Москве был открыт памятник Петру Великому, работа Зураба Церетели. 98-метровый монумент представляет собой столб на гранитном основании, который венчает бронзовая ладья. В ладья находится скульптура Петра I с карты в руке. Памятник представляет собой уникальный в инженерно-техническом решении объект. Несущий каркас, монументы, металлоконструкция из нержавеющей стали. Нижняя треть всей конструкции собиралась отдельно и устанавливалась на железобетонное основание фундамент. Также отдельно собиралась фигура Петра, конструкция и облицовка корабля и затем устанавливались в готовом виде на пьедестале. В этот день, в 1919 году, погиб Василий Иванович Чапаев, герой гражданской войны. Трагическое событие произошло на реке Урал, а вот о том, как погиб знаменитый командир Красной гвардии, историки спорят до сих пор. О гибели Чапаева ходит много разных легенд. Все же исследователи жизни Чапаева склоняются к тому, что он утонул, переплывая через Урал. А южноуральцам этот день запомнился следующим. 5 сентября 2006 года состоялся первый международный фестиваль театров кукол «Соломенный жаворонок». Посвящен этот фестиваль памяти известного режиссера Челябинского кукольного театра Валерия Вольховского. Фестиваль проходит один раз в два года, следующий состоится осенью 2018 года. Участниками фестиваля являются театры разных стран, таких как Украина, Казахстан, а также разных городов России.